Девушки отдыхают В мастер-классах встречаться с артистами. Главная цель – пробудить или поддержать интерес юных северян к родной культуре, а главное – к языку, как ее основе. Показать, что без родного языка никуда. Без родного языка, какой бы ты не был маленькой национальности, но изначально человек должен уметь разговаривать на своем родном языке, потому что это формирование личности, это формирование интеллекта. Потому что только на основании своего национального опыта, на основании своего национального опыта, что-то возникает и развивается человек, развивается личность. ПОЮТ Ансамбль «Соловейка» из города-курорта Анапа. Среди почетных гостей – представители краевых властей и муниципалитета, а также глава республики Коми, одного из самых суровых регионов страны, который сохраняет свой южный форпост, детский санаторий, который стал площадкой для фестиваля. Тепло. Это в первую очередь. Во-вторых, конечно, ностальгия. Конечно, все мы родом из детства и когда-то в определенный промежуток времени соприкасались с этой территорией. Теплота, которая здесь всегда была, она остается и по сей день. Это, конечно, манит, это влекет к себе. И, конечно, дети это чувствуют. А знаете, дети, как никто, чувствуют фальшь. Из детства фальши нет. Вот это самое важное. Организаторы подчеркивают, новый проект лишь делает первые шаги. На уровне Краснодарского края пообещали поддержку. Мы самый южный регион Российской Федерации. Нас 5,5 миллионов, 120 национальностей. И нам, конечно, помогает общаться родной русский язык. Но за многие столетия мы сумели сохранить традиции, культуру и языки всех народностей и национальностей, которые живут на территории Краснодарского края. Для муниципалитета проект важен концептуально, как для Всероссийской детской здравницы, где уже проходят десятки конкурсов, фестивалей, форумов, спортивных состязаний, в которых участвуют самые юные жители страны. Позвольте мне от лица главы нашего города, Юрия Федоровича Полякова, от лица Совета депутатов нашего города, Леонида Ивановича Кочетова, поздравить с этим замечательным событием. Но на них как-то нам встречаться, как и здесь, на гостеприимной анапской земле. Анапа – это многонациональная гавань. Анапа – это республика детства. Ребята, я поздравляю вас с этим событием. Аплодисменты! Семья Ядни с Ямала занимаются резьбой по кости. В рамках фестиваля будут проводить мастер-классы. Кроме того, изготовили приз для лауреатов. Это обозначение полярного круга. А вот это Арктика – шапка вечной мерзлоты. Мальчик, естественно, на севере коренной, который чтит традиции, живет по традициям. По-другому он жить не может. Вот это солнышко, которое светит ему, и лучик солнышка, который в голову бьет. Это как бы его озарение. А по краям – это стойбище чумов, яранги всякие. Виктор Ядни побывал в Анапе с отцом, когда ему было 18 лет. Тогда он впервые искупался в море. В своем возвращении он видит знак. Как говорится, веление богов, духов. Так или иначе, но организаторы надеются, что форум будет постоянным, с пропиской, единой для всей страны, республики детства. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.